Приветствую вас и постараюсь объяснить ваш вопрос такой логической цепочкой. В детстве нас любят родители. Любят безусловно, любят просто потому что мы есть. И любя нас, они приучивают к тому, чтобы мы себя любили. Уважая нас, они приучивают тому, чтобы мы себя уважали. Ценя нас, они приучивают нас, чтобы мы ценили себя. И все это безусловно, все это просто потому, что мы есть, мы просто существуем, просто в силу того, что мы родились, мы уже достойны этого. И это базис, это базис для того, чтобы дальше вот эту уверенность в себе, любовь к себе, ценность себя вести по жизни. Так, чтобы другие видели, что вы себя уважаете, вы себя цените, значит вы сильный человек, значит вы представляете самостоятельную ценность. Это дали меня большие отниматели. Тут нужно сказать, что также благодаря тому, что вот родители нас любят, безусловно, мы привыкаем к тому, что вот наши родители любят, они нами гордятся, они нами восхищаются и прочее. И в идеале, ну когда все развивается по правильному сценарию, человек как бы хочет, чтобы другие люди так же к нему относились. Он хочет добиться их уважения. И стремясь к этому, при этом уважая себя, человек нуждается в уважении и одобрении других, в еще большем уважении и одобрении других. Такая у него потребность. И для этого он стремится к тому, чтобы чего-то достичь, что-то значить, что-то уметь и так далее. Естественно, это невозможно без любви к себе. То есть тут прям такая, знаете, пирамида потребностей по маслу. Можете, если вам это интересно, можете набрать в поисковике, а браком по слову, пирамида потребностей. Там на википедии есть табличка, там это все написано. Так что да, вы мыслите совершенно правильно. Если еще вот поймете причины, по которым это происходит, то будет лучше именно в том плане, что вы более осознанно будете это делать. Понимаете, когда человек следует даже правильной идее, придерживается правильной точки зрения, даже если он не понимает причины этого, то он идет как бы слепую. Он не контролирует ситуацию. Он руководствуется, знаете, чем-то схожим, знаете, вот с магическими представлениями, некому сакральным. Как вот древние люди, допустим, поклонялись там божествам, да? Они не знали причины, они не понимали, почему так. Они просто в этом верили. И в итоге, все это сейчас создалось практически в прошлом. Я имею в виду именно чисто вот такой сакральный обряд. Поэтому понимание причин того, почему так, а также понимание причин, почему никак иначе, ну, позволит вам, как минимум, более уверенно придерживаться с этой точки зрения и не подвергать их осомнению. Потому что сомнение, как известно, один из самых страшных врагов. Успешная деятельность и успешная личность. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.